В пунктах переливания крови сегодня не иссякал поток желающих помочь пострадавшим на НПЗ. Доноры активны не только в самом Ачинске, десятки людей сдавали кровь и в соседних городах. Подробности у Лилии Фановой. С момента взрыва на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе прошло два дня. Пока на самой площадке продолжается разбор завалов, в больницах остаются пострадавшие. Помощь им оказывают не только врачи, но и жители Ачинска и соседних городов. У Алены Дочкиной пострадал сын. 22-летний парень был в первой пятерке спасателей, прибывших на место. Кроме серьезных травм, получил глубокие ожоги. Сейчас молодой мужчина в реанимации Ачинской больницы. Он в коме. Перевозить в Красноярск врачи запретили. Срочно нужна помощь доноров. Сейчас самое важное, самое основное, вывести его в состояние критически тяжелого, в состояние стабильно тяжелый. Для этого требуется много крови. Для чего? Для того, чтобы кровью будет перерабатываться в специальный состав, который будет ему вводить. И он нужен регулярно. Хочу сказать большое спасибо всем. Всем городу Ачинску, Красноярску, Назару, Аужуру. Очень много людей откликнуло. Спасибо вам большое. Кровь для пострадавшего парня собирают всем миром. И ему еще необходимы десятки литров. Аналогичной помощи ждут и другие пострадавшие. На Ачинской станции переливания крови за два дня резко возросло число доноров. Почти в два раза больше обычного. Особо востребована плазма, которая помогает восстанавливаться при ожогах. Мы никогда не имели проблем с количеством доноров. Но сегодня воочию убедились, что это количество практически не ограничено. Очень много людей приходит, очень много людей звонят, очень много людей хотят сдать именно свою кровь. Ачинская станция работает по будням. Доноров здесь ждут до обеда. Спецавтомобиль для сдачи крови работал сегодня и в соседнем Назарова. За три часа донорами стали почти 70 человек. Равнодушных нет. Пускай, конечно, чтобы не было тех сдачей крови, конечно, в таких условиях, как произошло начистое от ТЗ. А пускай, конечно, кровь туда пойдет. Всекомощное здание будет. Ну, я считаю, что обязательно надо помогать людям сдавать кровь. Я вот 20 лет даю кровь. В среду мобильная станция переливания крови побывает в Ужуре. Стать донорами может любой житель края. Кровь принимается повсеместно. Тем временем власти Ачинска помогают родным пострадавших. Им выделяются деньги на поездку в краевую больницу. Окажут помощь и тем, кто потерял близких. Лилия Ифанова, Дмитрий Шевцов. Новости.